Привет всем! Привет всем и добро пожаловать в Селлинг Студио! Смотря в окно, я понимаю, что я как-то поздновато записываю превью до этого видео, но да, ладно. Сегодняшнее наше видео на самом деле очень интересное, и я опять вернула уже чуть ли не утепленную доисторическую рубрику. Итак, сегодня вас ждет просто офигенный, эмоциональный, познавательный, такой немножко личный разговор с одним из учителей Селлинг Студио. Да, вы помните, думаю, рубрику A Teacher Makes Us Richer. Да. Так вот. И учитывая то, что вы ее помните, вы помните, что первое интервью было с мисс Оксаной. Интересно, кто вы на следующей на очереди. У вас есть какие-то предположения? Я не буду вас мучить. Итак, сегодня у нас в студии Селлинг Студио мисс Снежанна. Привет всем еще раз! И привет, самое главное, мисс Снежанне! Здравствуй, Айничка! Очень приятно тебя видеть. Я тоже тебя рада видеть. Я думаю, все зрители, все ребята, все родители знают одну из преподавателей Селлинг Студио, самую любимую, самую такую веселую, заводную. И сегодня я у нее возьму интервью. Да, я давно этого ждала, особенно после Нового года и после тех эмоций, что я получила во время записи новогоднего видео. Спасибо! Итак, как ты знаешь, я думаю, что и все знают, у меня есть традиционно 4 вопроса, на которые я предлагаю тебе ответить. Согласна ли ты? Да. Супер! Итак, начинаем. Первый вопрос. Я думаю, он довольно, на самом деле, очевидный. И это почему же ты решила уйти в преподавательство? Чем тебя так заинтересовала эта область? Ну, на самом деле, преподавательство скорее выбрало меня, нежели я его. Так получилось, что я сначала пришла учиться в Селлинг Студио просто как студентка и увидела, как ведутся уроки учителями, насколько организована сама система, как руководитель ведет весь этот процесс. Так получилось, что там работал мой молодой человек, и я побывала в некоторых поездках и на оффлайнах, которые устраивались заведением, и тем самым образом смогла немножко внедриться в эту среду. Потом я получила такой небольшой опыт преподавания учителем английского языка летом, на летних курсах, и я была просто в восторге. Как это круто, когда это маленькие детишки, которые приходят к тебе, они по-русски, по-румынски не очень говорят, но тебе выдают что-то на английском языке. Вау, такое тоже бывает! Это я учила, это я всё учила, типа, да? Ну, мы сделали, в принципе, это вместе, они тоже стараются, как бы, особенно если это происходит в симбиозе с родителями, когда они приходят что-то повторяют и выдают это на уроки, и ты видишь реальные результаты, это вау, это так круто. Ну и затем, когда уже начался учебный год, и я пошла на переквалификацию учителя английского языка для того, чтобы иметь возможность работать с детками и, в принципе, учителем английского, я поняла, насколько там глубинные могут быть познания, и насколько это всё по-разному, и насколько это всё круто. Ааа, привет! Итак, тогда мой второй вопрос, на самом деле, ты уже его немножко затронула в своём ответе, я уже примерно понимаю, но всё равно, какая твоя самая любимая категория детей, с кем ты любишь больше всего заниматься? Ну, пока что мне попадались только малютки, грубо говоря, с самых маленьких до 2-3 класса, будем так говорить, все детки абсолютно разные, даже одни и те же группы, вроде один и тот же левел, но группы совершенно по-разному идут, некоторые идут быстрее, некоторые идут помедленнее, но возможность изучить, как работать с самыми маленькими, как работать чуть-чуть постарше, очень вдохновляет, допустим, вот летом Мисс Оксана проводила курсы для учителей параллельно для деток, для детей это был просто летний курс, где они изучали больше материала, для учителей это то, как подавать материал, какая должна быть структура, что лучше, когда лучше давать, и с какими программами работать соответственно. И я попробовала себя в качестве преподавателя на ее тренинге, маленький кусочек она мне дала возможность провести, потом она со мной это проработала, что было хорошо, что было плохо, и я такая, ух ты, я вдохновилась на то, чтобы потом это применять в практике уже, когда начался учебный год, или когда он заканчивался в прошлом году, она кое-что нам давала какую-либо информацию, мы ее изучали, внедряли в свой процесс, это было очень здорово, и сейчас, да, мне нравится и Уолды, ну, второй, третий класс, там, первый, второй класс, и самые маленькие детишки тоже очень нравятся. Какой-то категория, которая мне особенно бы полюбилась, я пока что не нашла для себя, пока что я только-только ищу. Тогда немножко переформулирую свой третий вопрос, а как насчет вот дальнейших планов, к примеру, преподавания в более старших группах, есть ли у тебя вот такие какие-то вот стремления, или ты все-таки хочешь больше углубляться, вот больше познавать этих еще будущих людей, и маленьких таких, чем малышат, таких мы с Оксана называем. Ну, малышат это, в принципе, фундамент, который мы наращиваем потом, на котором потом наращиваем мускулатуру, грубо говоря, такой скелетик своеобразный, поэтому очень круто и очень интересно работать с ними, но останавливаться на чем-то одном неинтересно, и это никогда не приведет к чему-то очень крутому в конце, поэтому, конечно, хотелось бы попробовать разные категории деток, но для начала познать до конца, ну, для того, чтобы себя немножко удовлетворить, вот, когда будет казаться, что, ну, ладно, на 80% мы изучили эту темку, можно пойти и дальше, вот тогда да, но с другой стороны, очень круто, когда ты себя пихаешь в среду, в которой ты еще не разбираешься для того, чтобы мобилизироваться и белочка в колесе проработать, но зато потом получить потрясающие результаты, поэтому, да, хочу разные возраста попробовать. Супер, а, допустим, изучить какой-то новый язык или стать преподавателем друг другого языка, что-то такое, у тебя есть какие-то такие планы или нет пока? Я считаю, что лучше чем-то владеть одним совершенствами, чем распыляться голопом по Европам, как говорится. Конечно, затронуть, да, мне интересно, я, допустим, изучала немножко немецкий язык, год обучалась также в Силенг-студию, чуть-чуть касалась арабского языка, когда была маленькая совсем, вот, но сейчас конкретно я хочу профессионально реализоваться именно в английском языке и, конечно же, повышать и повышать постоянно свой левел. Ого, кстати, как же малыша там повезло с их учительницей. И тогда, и напоследок такое небольшое, традиционное, дай какой-то совет зрителям, родителям, ученикам, не знаю, совет, пожелания, что-то такое, всё, что идёт от сердца, скажем так. Я желаю вам быть счастливыми, любимыми и дарить эту любовь окружающим вокруг. Мы получаем каждый день знания, и это очень круто, когда мы можем ими поделиться и обменяться опытом. Таким образом мы создаём такой симбиоз, какой-то один огромнейший организм, который взаимосвязан друг с другом, но при этом постоянно-постоянно развивается и достигает каких-то новых вершин, новых высот и потрясающих успехов. Поэтому я желаю всем успехов, креативности, творчества и никогда не останавливаться, постоянно развиваться и стремиться к этому развитию. Супер. Супер, господи, ты так милая, ты так супер. Спасибо огромное, что поприсутствовала в студии, селинг-студию. Господи, как я обожаю это говорить. Спасибо, что... И спасибо, Анечка, что пригласила на интервью, потому что это действительно очень круто, и мне очень-очень понравилось с вами побывать сегодня вместе. Да, вообще, учитывая то, что мы второй раз уже это перезаписываем по техническим проблемам, я во второй раз получила офигенный просто заряд эмоций. Я очень рада. Супер. Ты сделала уже какой-то второй или третий мой день за последние пару месяцев. Это классно, побольше бы таких дней. Да. Итак, спасибо большое еще раз, хорошего дня и до новых встреч. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Итак, как я уже говорила, вы видели по моим эмоциям, которые просто у меня зашкаливали, это был великолепный разговор, мы... Я получила столько эмоций, господи, я всегда вот... И опять же повторюсь, то, что я говорила, и не снижание. После записи новогоднего видео я поняла, насколько она позитивная, насколько она эмоциональная, насколько она просто воодушевленная, вдохновляющая человека. Это просто... Это вообще... Это просто мозговзрыватель на самом деле. Мне настолько было приятно с ней пообщаться. Это настолько, знаете, мне как человеку, который берет интервью, очень приятно, что кто-то с такой отдачей относится к этому делу. Это действительно очень просто фотосессор. Итак, спасибо вам, что посмотрели это интервью. Спасибо, что не забываете смотреть наш канал. А пока, всего хорошего и до понедельника!